Добрый день, меня зовут Маргарита, добро пожаловать на мой канал и сегодня у нас новое видео. Сегодня покажу, как нужно обновить документы украинцам, которые здесь находятся в статусе временной защиты. Как вы уже знаете, у вас резиденция, то есть карточка у вас резиденция, заканчивается 4 марта 2024 года. И вам продлили еще на год вашу резиденцию, поэтому вам нужно обновить документы. Сегодня покажу, как это сделать. В первую очередь заходим в интернет, в гугл и вводим сюда СИТА ЭКСТРАНХЕРИЯ. Нажимаем и заходим на эту страничку, которая начинается на ИСП. Далее выбираем ваш регион, например, Барселона. Нажимаем АСЕПТАР. Дальше мы должны выбрать, что именно нас интересует. Здесь есть две опции для украинцев. То есть есть Полисея Украина, Украине Солиситут Протекцион Темпораль. То есть это когда вы запрашиваете временную защиту. И вторая опция это Полисея Тархета Конфликта Украина. То есть здесь уже даже на украинском языке все написано. То есть это именно когда вы уже сдаете отпечатки пальца и запрашиваете саму карточку. Мы нажимаем эту опцию. Дальше здесь все расписано, что нужно вам принести. И вот здесь первый пункт, который очень важен, очень-очень важен, что если у вас резиденция имеется до 4 марта 2024 года, то есть не нужно запрашивать ситу, то есть не запрашивать, а брать ситу до этого срока. То есть здесь вот даже на украинском языке все переведено. То есть вы должны взять ситу после 4 марта, то есть 5 марта 2024 года. Можете заранее смотреть, если уже появились ситу, но прийти в полицию, то есть сама сита у вас должна быть после 4 марта. Здесь перепутали, видно дату поставили 3 апреля, а здесь написали 4 марта. Сейчас смотрю. Дальше. Здесь еще есть очень важный пункт, что зустричье персональное. Тому для разных членов семьи одна зустричье будет принято. Что это значит? Это значит, что если в вашей семье 4 человека, вам нужны 4 ситы. То есть по одной сите все члены семьи не могут прийти, никто вас не примет. Поэтому если у вас 3, 4, 5, то соответственно нужно взять 3, 4 или 5 сит. Какие документы нужны здесь? Додатковая информация для выдачи наземного посвящения. То есть что нужно? Формулярие, де солиситое, то есть заявка EX17. То есть вы должны перейти по этой ссылке и запомнить анкету. То есть это сама анкета. Дальше. Паспорт. Документ, что посвящу особу. То есть сам паспорт. Дальше. Квитанция запады про темчасовый захвест. Это разгварда до солиситое про то, что вы запрашивали временную защиту. Для обновления, для обновления этот документ не нужен. Но на всякий случай положите в папку, потому что мало ли на кого попадете. И вполне возможно кто-то может вас, типа, а принесите, что вы подавали. Но в принципе он не нужен, потому что вы обновляете документ. Этот документ не нужен. Дальше. Фотография. 33 на 26 обязательно. Одна фотография. А также для несовершеннолетних детей вы должны принести документ, который подтверждает родство. То есть это обычное свидетельство о рождении. И еще не забываем, что нужно оплатить пошлину, которую вы можете заполнить 790.0.12. Тоже заходите по этой ссылке и заполняете. То есть здесь расписаны все документы, все четко, что вам нужно принести. Больше ничего. Только вот эти документы по списку. Дальше мы заходим в Entry. И заполняем здесь номер документа, имя и фамилию. Accepted. Заходим. Дальше мы можем выбрать опцию, что нам нужно запросить ситу, посмотреть, какие у нас ситы есть, аннулировать ситу или выйти. Нам нужно запросить ситу. И здесь мы выбираем, где мы хотим сдать отпечатки пальцев, где мы хотим обновить. Сейчас очень много городов, можно выбрать любой, там Бадалона, Манреса, Гранаерс. Не забываем, что если мы живем, например, в провинции Барселона, то мы можем поехать в любой город по провинции Барселона. То есть, соответственно, если там нет сит, например, вы живете, не знаю, в Бадалоне, а там сит нет, то вы можете поехать в Виллафранку и наоборот. Ну, то есть вы можете смотреть и выбирать любой город. Ну, в данном случае у нас есть Барселона, поэтому мы нажимаем Барселона, РАБЛАГИ ПУСКА, 74, это в Барселоне. И нажимаем Сигенты. Далее мы должны заполнить номер телефона и электронную почту. Подтвердить электронную почту и нажать Сигенты. И дальше у вас будут опции с ситами. Сейчас, например, дают ситу на 17 января. Она нам сейчас не нужна, так как нам нужна после 4 марта. И мы дальше периодически заходим и смотрим на когда же дают ситу. И когда появится с 5 марта, вы можете спокойно нажимать. Например, если нам хочется взять эту ситу, например, да, если бы у нас была сита на 5 марта или 6 или 7 марта, то есть она нам подходит. То есть мы нажимаем здесь и нажимаем Сигенты. Нам спрашивают, если мы точно хотим подтвердить ситу. Да, мы хотим подтвердить ситу. Дальше у нас выйдет такая опция, что нам на номер телефона, который мы указали, должен прийти код. Мы вводим этот код. Нажимаем здесь галочки все и нажимаем Конфирмар. Все, сита у нас будет готова. Я сейчас не буду нажать Конфирмар, потому что мне не нужна сита. Это как пример вам. Все, сита готова. Там выйдет вам подтверждение. Вы должны его сфотографировать или распечатать, чтобы вы могли показать, когда будете приходить в полицию. И у вас все зарегистрировано. Можем выбрать другой регион посмотреть. Например, давайте выберем регион. Вот, Валиканте. Валиканте посмотрим. Тоже выбираем Украину. Энтрар. Имя. Асаптар. Солиситар. Сита. Так, например, у нас есть Вельче и Бенедор. Ну, на Бенедор восьмом. Почта. Все заполнили. И сиенты. Здесь тоже идет на 19 и 22 января. То есть можно еще подождать немножко, когда появится на март месяц. Как видите, здесь ничего сложного нет. Выбираете ваш регион, ставите ваши данные все и запрашиваете ситы. Конечно, когда будут ситы ближе к марту, я думаю, что будет сложно взять, потому что очень многие будут сидеть и брать. Поэтому спокойно, не обязательно брать на 5 марта, можно и на 6, и на 7, и на 8 и так далее. То есть ничего страшного, если вы пойдете там на следующий или даже через месяц, и через два месяца получите эту резиденцию. Так что я думаю, что спокойно сидите, пробуйте и все у вас получится. На этом все. Я надеюсь, вам видео понравилось. Оно для вас было полезным и интересным. Если у вас есть вопросы, пишите. Я буду стараться на них отвечать. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на мой инстаграм. Всем хорошего дня. И до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok